Мы начинаем урок Таня с самого начала. Наш урок, если не ошибаюсь, 10. Продолжаем в 4 главе, урок 2, в 4 главе. Мы узнали, что у Божественной Души есть три одеяния. Три одеяния, которые называются Махшово Ди Бугумайса. Мисль, речь и действие. И этих одеяния называются одеяния, несмотря на то, что у обычных физических, материальных одеяния, это как? У меня есть одежда, я не одежда. Одежда на меня. Если я захочу, я сниму и выброшу. Они не меня, они не я. У Душа, когда мы говорим о деяниях, это, конечно, часть нее. Это часть Душа. Душа не может выбросить речь. Она не может выбросить действие. Оно истекает от нее. Это часть Душа. Так почему мы называем это одеянием? К этому есть несколько причин. Первый и главный, что они не включают в себе никакого смысла без разума или чувства. Мисль по себе не несет никакого смысла. Это инструмент. Нет мыслей покрашенной в любовь или мыслей покрашенной в злость или мыслей по себе. Когда я люблю, мои мыслы выражают мои чувства внутри себя. Когда я учусь, она мыслей привязывает между моей то есть божественной души разума и, допустим, учение Тору это разные вещи. Есть божественная душа. Есть мудрость Тору. Для того, чтобы понять мудрость Тору, есть мысл, которая привязывает двух разных силы. Разум, интеллект и знания. Это разные вещи. Мисль соединяет их. Когда мне нужно выразить своих пониманий, объяснить кому-то мои понимания, я пользую речь. Но речь по себе это что? Буквы. Набор букв. Какие буквы, какие я соберу? Кто это я? Разум мой или мои чувства? Если у меня будет чувство нежное, я соберу буквы, которые соберут словам, которые соберут мыслы нежные, понежнее. если мне нужно выразиться строго, я соберу букву и словам, и речь жестшей, твердой, которая выражает мои чувства. Если мне нужно выразить слова из Хасидут, учения Хасидута или Каббала, я буду выражаться с определенных словами, соответствующей этой мудрости. А если я учу Вавилонского Талмуда, я подберу других слов, соответствующие той теме, которой мне нужно передать. Но речь по себе не имеет смысла, она не несет никакого суть. Детство конечно такое. Это первый признак этих трех сил, душевных сил, по которым мы называем их одеянием. И это главное. Второй, все, что есть в душах, это она. Нельзя сказать, что душа это одной, и ее разум, сила, интеллект это другой. Нет. она не интеллект, но в ней есть интеллект. То же самое чувство. Я не влюбчивый, я способен любить, я не любовь, я способен любить. Поэтому нельзя сказать, что моя душа это любовь. Нет. Моя душа намного выше, только любовь. но в ней есть любви. Сыр любить или ругаться. Хорошо. когда мы говорим о мысли, ну, душа не выражается в мысли. Это, нету такой, душа это мысли, нет. Это инструмент в душе, да. поэтому есть два результат. Первый результат могу менять из одной мысли в другой мысли, противоположено абсолютно. Я могу сейчас думать о кого-то, который я очень скучаю по нему, и могу отвлекаться теперь, переносить моя душа из концентрирования через мысли о человек в другая тема. Почему? Мисль это инструмент. Я имею силу поменять ее. Второй могу думать глупость. Могу думать глупость, но я не могу понять глупость. Я могу понять ошибку. Ошибиться и быть убежден, что это правильно, потому что мой интеллект переваривал информацию и принял обдуманное решение по своей способности его интеллект, и он понимал это как-то. Но сознательно понять абсурд он не может. поэтому самое яркое выражение я не могу сказать, что одна яблоко плюс вторая яблоко равно пять яблок. Не могу. Думать могу. Думать могу. Что одна яблока плюс вторая яблоко равно пять яблок. Могу думать, Но не могу понять. Не способен понять. Думать могу. Что хочу, могу. Так же самое чувство. Я не могу любить кого я не люблю. Но я могу заставить себя думать о нем. Хорошая вещь. Кстати, это один из советов к любви каждого, как самого себя. Один из советов. Что когда человек чувствует отвращение другого еврея, ему нужно научить себе думать о нем. Хорошая вещь. Но у мысли есть свои способности. Мысль это не, это по себе нет сути, но у нее есть могущественное влияние, как инструмент на внутренний мир. Это отдельный вопрос. Не сейчас. Мы говорили, что это целая наука в Хасидуд. Понимать, как влияют мысли на разум, как влияют мысли на чувства, и так же речь, и так же действия. Это отдельный вопрос. Конечно, мы это чувствуем сильно. Мы это отмечаем очень сильно. В речь могу не говорить вообще, не пользоваться речь вообще. Или могу говорить глупость. Чушь какую-то на свете. Почему? Это инструмент. Он по себе не имеет суть. Действует то же самое. Могу не действовать. Вообще ничего не делать. Никак не действовать. А могу действовать глупо. Почему? Почему? Это одеяние. Они по себе инструмент. Потом нам объяснили, что этих трех инструментов, которые мы называем одеяния души, на них очень сильно влияет душа. Когда я чувствую любви, это и есть причина, по которым я выполняю все 248 обижательных заповедей. То есть активных заповедей, которые надо выполнять. Если я не буду любить, естественно, не буду выполнять. Поэтому, когда душа теперь любит, чувствует любовь к Всевышнему, она поэтому будет стремительно заставить действие, одеяние действия, которое у нее есть. Одеяние речь, которое у нее есть. И одеяние мысли, которое у нее есть. Учит Тору, понят Тору, говорит Тору, читать молитву, да? Думать о том, что читаем в молитву. И действовать и выполнять заповеди. Почему без любви это не настоящее выполнение заповеди? Конечно, не настоящее. Неправильно. Много читают это, они понимают. Конечно, если я одевал тфилин, не чувствовать любви к Всевышнему, я выполнял одевание тфилин. Например, я не могу давать себе, не могу сказать, что я чувствую любви. К сожалению, не достиг этого уровня. И тем не менее выполнял заповеди. Так в чем разница между мной и праведник, имеющийся, или бейнуни, имеющийся любви к Всевышнему? Большая разница. Почему я одевал тфилин? Я заставил себя, привык. Меня некомфортно без одевания тфилин. Все причины, кроме одной, для Всевышнего. Ну, я это делаю для Всевышнего, да? Но это не главная черта. Поэтому уверенности в том, что завтра будут дальше продолжать этих действий, нет. Это пока, мисс, я себе так чувствую. Гарант не пропустить ни одного заповедь, поножительной заповедь, является чувство любви. Иначе это бесконечная борьба, которая им содержит в себе разных причин. Не главная причина, потому что я люблю Всевышнего. Когда человек любит другого человека, он тоже пытается угадать, угодить его. Но не из главной причины. Почему он будет угодить чужого человека, которого он любит, и постарается делать ему приятно? Для себя. Он центр внимания. Он его любит. Он ее любит. Когда любим Всевышнему, это совершенно по-другому. Кто центр? Всевышний центр. Почему я выполняю? Почему я выполняю заповеди при любви ко Всевышнему? Хочу с ним соединиться. Это переведет нас к следующей абзаце. Я хочу соединиться к ним. А как меня соединиться со Всевышнему? Через выполнение его заповедей. Потому что в этой заповеди заложены желания Всевышнему. Мы вернемся к этому чуть-чуть позже. Поэтому, когда я выполняю заповедь, я соединяюсь с ним. Я люблю Всевышнему. Я подгоняю себя ближе ко Всевышнему. Как я могу быть ближе к выполняющей заповедям? Поэтому я выполняю. Следующее. Нам объяснили. Чтобы речь в себе от нарушений, то есть заповедь, которая запрещающая. Лойсоса. 365 запрещающая заповедя. Это через страх. Не страх, что кирпичу пойдет из неба. Что тебя Всевышнему будет мстить. Хас идут. А такой вид страхом не общаются. Это считается ради себя, не ради Всевышнего. Что будет понятно. Если я нахожусь на порог нарушения заповедей, лучше бояться. И не нарушить. Если ад и какие-то рогатые сатаны будут меня пугать, для того, что не нарушить заповедь, пугайся. Не нарушай. Мы не вычелкиваем этого поведения. Только в Хас идут об этом не говорят. Это считается нижний уровень, который Хас идут, требует этот человек. Какой виды страх? Есть вид страх. Я не хочу разлучиться Всевышнему. Когда я нарушаю заповедь, я ставлю барьер между мне и него. И я не хочу этого. Я хочу быть близко к нему. Как только я нарушил, я ставлю барьер. А я боюсь этого. Я не хочу ставить барьер между меня и него. Второй уровень. Когда я нарушаю заповедь, я расчаровал его. Почему я расчаровал его? Когда Всевышний сотворил мир, он сотворил в том числе и ангели в названии клепот. Ангели в названии клепот. Их задача давать сотворенные чувства, что они есть главные и не творца. Что материальные жизни это главные. Они творец. Но этих ангелий никогда не нарушат, никогда не нарушат назначение Всевышнего. Они слово Господу никогда не нарушат. Единственный, который способен нарушить, это человек и это иврин. Человек любой иврин. Только у обычной люди, не имеющейся 365 запрещенных, у них узкое ограничение. Поэтому им не так чаще есть нарушение. У них надо весомые причины нарушать. Убить кого-то. Есть там половина живого животного. Ну, и так далее. Такие серьезные нарушения. А евреи это сплошное ядо. Нарушил субботу. Не ел только жирную еду, которую надо. И когда мы это делаем, мы это люди и евреи, что происходит тогда? Мы обогашаем этих ангелий. Почему? Они по себе не могут обогашать себе. Что Всевышний отдал, то и отдал. Что разрешил, то и разрешил. Но когда я беру моя божественная душа или человеческий вид душой, и я беру это и нарушаю запрещенного, я как будто бы добавляю им больше сил. Больше отрицания Бога. Больше отрицания существования Всевышнего мира. А это серьезная идея. Это был предыдущий урок. Чуть-чуть я повторил, чтобы как-то ставить на место того, чтобы было обучено долго. Теперь мы переходим на следующий антенциал. кто важнее? Обеяние или сама душа? Кто важнее? Что это значит для чего? Объясни себя. К Всевышнему или Человеку? Кому важнее? Давай начинаем с того, что вы говорили, интересное разделение. Кому важнее? Всевышнему или Человеку? Хорошее разделение. Видно, что вы уже учите долго хасидут. Это очень приятно. Одеяние. Главнее одеяние. Почему одеяние? Потому что одеяние мы снижим мозгом. Того, что они говорили. Кому? Человек или Богом? Богом. Вы говорите, что когда мы смотрим на Всевышнему, то ему важнее наше одеяние. Потому что мы можем исполнять заповеди через нее. Интересно? Душа это он вообще. Душа это не он. Душа это человек. Это он, который превратился в душу. Душа это сотворение. Не надо ошибиться, что мы не Богом. Мы всего лишь человек. И наша даже чистая божественная душа, она не Бога. Она от Бога. Часть Бога. Часть это означает не кусок резания. Часть от него вышла. Но это не она. Не Бога. Так. Это очень интересно. То определение, которое вы говорили. Давай обсудим. Давай обсудим. Мы встречаем очень много, которые ты спрашиваешь их, почему ты не приходишь в синагогу хотя бы раз в неделю. На субботу. Он говорит, ну оставь. Я не понимаю, что такое синагог. Мне там скучно, неинтересно. Зачем оно мне надо? Я знаю, что я еврей. Моя бабушка пекла маца. Прабабушка сделала меня фаршмак. Прабабушка, я помню, ее филтефиш. Это еврейство. А ваша синагога, зачем оно мне надо? Лучше намного, что я буду настоящий евреев в чувстве. Не забуду. Одно еврей вернулся. Вернулся после того, что он был в Израиле, в Стеноплаче. Вернулся из Стеноплаче и начал говорить мне, что это такое? Все ходят, гуляют там. Там грязно. Там то молится, то ходит, то это, то это. Беспорядок. Этого умный еврей. Потом поехал в Рим. Вернулся из Валтика, с Варсто. Там сидят люди, искренно плачут. Искренно плачут. Так красиво. В чем главная ошибка? Юдаизм это не сказка. Юдаизм это жизнь. И страна некрасивая. И страна так скучная. Истинно это рутина жизни. Когда мы хотим делать красиво, мы пытаемся обманываться. Вы, наверное, пришли когда-то в жизни к другам утром перед того, что ввели детей в школе. И сразу, что женщина дома говорит, извините, что такой бардак. Не успела наводить поглядок. То есть получается, что когда я прихожу к вам домой, вы быстро, быстро, быстро убираетесь. То есть настоящий дом это бардак. Это жизнь. Это не сказка. Это жизнь. Жизнь это когда ходят. Когда иногда кто-то бросает. Есть той дядя неприличный, который сваркает и бросает это на пол. Ну и что с тобой? Это жизнь. Не надо красота. Есть жизнь. Как есть, так есть. Ну, это не касается к нашей главе, просто вспомнил. Когда еврей говорит нам, что я еврей в душах. Я настоящий еврей. Я все помню. Что мы отвечаем ему? Так кому это надо? Кому это надо? Кому нужно твои воспоминания? Кому они полезны? Зачем они нужны? Это не что мы против полезной памяти. Они очень-очень помогают в жизни. Лубавча Скоребе, позже Лубавча Скоребе своих дневников пишет. Он был великий писатель. Помимо всего. И он говорит, что память о хорошем фарбринге, Лубавич, можно возвысить себе из болота и поставить себя в совершенно другое место в жизни. Просто берет тебя, выбрасывает совершенно другое состояние души. Но еврейство это не чувство. Когда я чувствую Богу, это как помогает. Об этом мы говорим на молитве утром. Между мной и Всевышним какой связь есть? Никакой. Я чувствую на здоровье. Я люблю Всевышний на здоровье. Я боюсь Него на здоровье. А где ты, сотворенный человек, а где с Творцу? Как тебе связываться с Себе и с Творцу? Объясню это. Когда раб Аврагам давал кладву Аврагаму, что он будет сильно стараться в поиск невесту Ицхака. Аврагам говорит ему, положи твоя рука под меня. Это что под меня? Под образание. А что это такое? Аврагам учил знания у сыновья Нуаха. У него, наверное, какие-то книжки, которые он писал, были. Какие-то учения. Что-то святое он писал. Почему надо держать в образании? Ну что это такое? Это даже некрасиво. Это не скромно. Причина. Это было единственное материальное существование, по которым Всевышний сказал делать. И что? Когда Всевышний сказал, только у Всевышней есть сил соединять божественность с материалностью. Единственное существование у Аврагама, имеющаяся заповедь, приказ Всевышной, было обрецаемым. Поэтому выход какой? Когда дают клятва, мы что-то делаем, держим Святоктору, самое святое объединение между святость и материалностью в нашем мире. На сегодняшний день. Без грамма. У Аврагама это было образование. Другой нет. Тфилину Аврагам не было. Не было у него ничего, кроме образования. Поэтому мудрецов говорят, митцвейс, шелуовейс, заповеди, которые выполнили наши приотцов, рейхотаю, это был запах. А у нас Шемен Турок Шмеху. А у нас это Духы. Разница между заповедей, которые выполняли наши предки, и на заповеди, которые мы выполняем, разница в Духы или запаха Духов. Запаха Духов это последствия. Пройдет полдня, несколько часов или день исчезнет. А Духы это материал. Вот он сам. Вот этого существа у меня. Имейте ввиду. Наши предки, их уединение и объединение с Творцу было на уровень колесницы, если вы помните, мы учили это. Они были полностью подданы. Каждая клетка у них в жизни была подана Всевышнему. Поэтому, когда Аврагам одевал какие-то тфилины, которые у него были, это было на такое величайшее уединение и объединение со Всевышнему, которое нам даже близко не подходит. И тем не менее, это как запах. А когда Петя одевает тфилин с шортиками и этого, футболками и какой-то тапочкой, он лучше, чем Афрам. Он одевает тфилин по-настоящему. У него есть самой Всевышнему. Он держит желание Всевышнему. У Авраама это не было. Теперь, вернемся обратно к нашему вопросу. Что у души есть? Что душа по себе и без соединения к телесной жизни, без воспользования своих одеяния? Что у души есть? Бесконечная тяга к Творцу, как у Авраам, как у Ицхак, как у Якова, как у Моисея. Бесконечная тяга ко Всевышнему. Душа, разум, душа понимает Божественность. Понимает, как зрение, он видит Божественность. Душа летает туда желание соединиться со Всевышнему. Ну и что? Она со Всевышнему не соединена. Как у Авраама, Ицхак и Яков не соединена. Что ей делать теперь? Для того, чтобы соединиться со Всевышнему, ей нужно что? Сказать действие одевает филин. Сказать речь молитесь. Или читай Тору. Сказать мислы соедините с мислом Тору. Поймите его. Помогите меня понять Тору. Что тогда происходит? Душа с Сибьей реализуется. Она Сибьей реализовала. До того, это было пустая. материал без пользы. Она не носила Сибьей пользу. Не Богом. Сибьей пользу нет. Она Сибьей никак не реализовала. Первый, она не реализовала свою любовь или страх или понимание Богом, потому что смысл надо реализовать, чувства надо как-то действовать. А главное, она оставалась отдельная. Она отдельная, а Бог отдельный. А когда она выполнила заповедь, что произошло? Она реализовала Сибьей и соединила Сибьей с Богом, с Творцу, который сказал ей это делать. Вернемся обратно к нашим исходным вопросом. Кому важнее Богом или душа одеяния? Одеяние или внутренний часть души? Богом хочется, что будет тут место предназначено для него. Он хочет, что мы будем выполнять наши функции. Это отдельный вопрос. Но для души, для в ней реализования и соединения, а это происходит только через ответы. Получается абсурд, что действие важное разума. Речь важнее чувства, мысли важнее понимания. Если человек, теперь душа, которая соединилась с телесной жизни, и благодаря своих мыслей она постоянно пытается переламывать знания Тору, но не понимает, не доходит понимания, что важнее, что она старается понять или понимает? Старается. Если душа любит Всевышнему, но не одевала кфили, не успела, слишком много любила. Нет, не помогает. Вот это последний час нашей абзацы. Вегиной, мы по русскому переводам 53-я страница последний абзац. хотя нашли? Вегиной шло еще левушим элу три этих одеяния мегатой ром и цве и сэо. Этих три одеяния они связаны с заповедью и Тору. Не с любви ко Всевышнему, не восприятия к Всевышнему, а действия Тору, читать Тору, знать Тору, просто знать, понять Тору через мысли, читать Тору, речь, и действовать заповеди, матей ром и цве сэо. Абшенникроем левушим нисматрия что мы их называем и так выглядит что мы низко их оценили. Абшенникроем левушим они называются всего лишь одеяния ленефеш руаху нишаму к нефеш руаху нишаму три этих уровня которые мы говорим. Им коль за не смотря за этого гов хов гудло ма лосон леэн кец весойх она возвишенная и великая их состояние уровень бесконечно ал ма лас нишаму ацмам анавазвишеная и великая бесконечно над самой душой нишаму руаху нишаму вишей как левушим лаписанав книги зоар до ой райисе векут шобри ху кул ах пируш до ой райису и хохмос и рецен ниша лакадож буху лакадож буху бих вейду ве адсмай кул хад почему это так потому что есть известное объединение в завишнему с его тору тору разделается на двух частей мудрость в завишнему мудрость в завишнему а тору написано в книге зла он но навши завишн говорит я моя душа если можно так сказать по всевишнему ксовис написал еховис и отдал я себе как будто бы как всевишн говорит я себе писал и вам отдал мудрость всевишнему и желание всевишнему желание это заповедь мудрость это знание и это один со всевишнему поэтому если я хочу хватить всевишнему держать всевишнему что мне не нужно делать узнать тору узнать его через тору и выполнять его желание заповеди у меня другой выход нет пирос до рейси хохмоса и реценна של הקадош ברуху тору она его желание во הקадош ברуху бихво и даю и пасмей и всевишнему сам пасибей кул ухад аддин с тору и его желание и у аю дэ обо мад хул как написано у рамбама мишкос обли беш рамбама как мю же научились что всевишний и его мудрости одна